Здравствуйте, это Рынкипозиция. Итак, битва фундаментальных и технических экспертов у нас продолжается. И команду технического анализа на текущей неделе представляет Михаил Христунов, руководитель Московского департамента аналитики группы компании FIBA. Команду фундаментального поддерживает Артем Диев, ведущий аналитик брокерской компании Amarket. Предыдущие рекомендации были так или иначе связаны с валютами. Традиционные и цифровые валюты выбрали наши команды. Ну вот техническая команда была приверженцем все-таки более традиционных взглядов. Покупку валютной пары американский против канадского доллара была рекомендована. Здесь просадка была в пределах 0,3% по итогам торговой сессии. Целевой ориентир 1,2490 не достигнут. И сегодня также еще пока довольно далеко до него 1,2323 текущая котировка. Ну а команда фундаментального анализа у нас делала ставку на покупку биткоина. Но опять же было говорено, что это через CFD контракты можно сделать. Целевой ориентир, шорт, простите, был рекомендован в биткоине через CFD контракты. И вот целевой ориентир был 8,000. Сейчас мы также не видим пока этих уровней. Ну и просадка по закрытию превысила бы 3%. Поэтому счет у нас пока не меняется. Он остается прежним 1,1 с начала текущего года. Это 8,4 в пользу команды технического анализа. Так, у нас сегодня очень много важной информации, Артем, появилось относительно криптовалют. Ну, правда, их уже регулирование в России, поскольку Минфин представил законопроект о регулировании криптовалют. Об этом на сайте ведомства сообщается. И в частности сейчас предусматривает определение статуса цифровых технологий, основные понятия. Опять же, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законоплатежного средства. То есть, вчитываться мы пока еще не успели, поскольку эта новость пришла за несколько минут до начала прямого эфира. Ну вот, скажите, пожалуйста, с таким регулированием, если этот законопроект уже внесен, и теоретически он может быть уже в текущую сессию, скажем, принят в Косдуме, какие перспективы открываются для криптовалют в России и, может быть, для проведения операций ICO? Про них тоже сказано в этом законопроекте. В любом случае, если рассматривать перспективы крипторынка в любой юрисдикции, конечно же, зеленый свет, тогда, когда кое-где он явно красный, если брать в расчет, опять же, Китай и Южную Корею, это, конечно же, хороший сигнал для всей индустрии. Но, с другой стороны, при всем уважении к регуляции России, это еще не та среда, которая может стать каким-то интересным триггером для этого рынка. Есть специфические особенности регионального характера, которые, к сожалению, есть только по-прежнему у азиатско-тихианского региона. И, как ни крути, но по данным даже Zero Hedge, основные мощности, в том числе и майнинговые, сосредоточены там. Поэтому, как на рынок, в принципе, это повлияет, большой вопрос. А вообще, создастся ли рынок криптовалют в России с принятием законопроекта, как закона уже? Очень интересный вопрос. Время покажет. У нас других не бывает. Время покажет. А что вы думаете, Михаил, по поводу перспектив? Хоть вы и приверженец более традиционного подхода, все равно. Какие создаются перспективы? Давайте рассмотрим на примере кризиса доткомов в 2000-х годах. То есть, тогда появился интернет, резко начали появляться различные компании, дотком, дотком. Сразу видно, вы оптимист, поскольку именно все оптимисты прибегают к такому аргументу, как кризис доткомов, когда все, пузырь сделся, но остались, да, самые крупные компании выжили и остался интернет. То же самое и на текущий момент. То есть, вот вышел законопроект, для кого он хорош? В первую очередь, он хорош для бюджета. Потому что налоговые отчисления от всех операций будут поступать. Совершенно верно. И опять же, от майнинга, который тоже, в свою очередь, если он будет иметь место, например, на территории России, это, во-первых, потребление электроэнергии, это уже плюс для нашей. Ну и, во-вторых, конечно же, все отчисления, которые должны быть связаны с этой деятельностью, в бюджет будут также поступать, а не нелегальным образом где-то там в подвалах производится. Есть очень интересный постулат, все, что рентабельно, должно облагаться налогом. И этот налог сейчас могут как раз зарегулировать. Но, опять же, повторюсь, что пока вчитаться мы не успели. Вместе с тем, давайте к более традиционным валютам, поскольку мы сейчас наблюдаем довольно интересную картину. Вот смотрите, да, американский доллар у нас ведет себя практически реплицируя динамику нефти. На российском рынке укрепляется сейчас рубль на 0,6%. То есть, уже ниже отметки 56 рублей торгуется американский доллар. Это связано с тем, что нефть у нас вдруг резко подскочила практически до 71 доллара. И получается, что американский доллар слабеет относительно рубля как раз под влиянием этого фактора. Но ведь, например, Артем, мы понимаем прекрасно, что буквально 29 января, если мне не изменяет память, могут быть подписаны антироссийские санкции против суверенного долга. И наверняка банальной логикой многие люди понимают, что это ослабит российский рубль или укрепит американский доллар. Но, судя по текущей динамике, никто не бежит в обменнике и нет никакого спекулятивного интереса к американской валюте. Вот это с чем может быть связано? Если анализировать текущую динамику, действительно может сложиться ощущение, что сейчас все складывается отнюдь не в пользу доллара. Ну, в частности, действительно рубль чувствует себя очень даже неплохо. И складывается зачастую такое банальное мнение, что если ситуация развивается, скажем, в максимально оптимистичном ключе для российской валюты, так почему бы не подождать, не создать условия лично для таких же физических покупок через обменники, чтобы приобрести этот дуэт активов по более комфортным ценам. А более комфортные-то какие? Куда еще комфортнее, ниже 56 на данный момент? Про это я и хочу сказать, что все, что можно было выжать из вот этих донных уровней бодрости рубля, это уже выжато. И если мы проанализируем динамику, собственно, вчерашней торговой сессии, то, что происходит сейчас, мы лишь убедимся в том, что действительно на рынке были сигналы, были стимулы для ослабления курса доллара. Это абсолютно открытые заявления со стороны денежных властей США, которые были сделаны в Давосе, о том, что они будут теперь приверженцами протекционистской политики. То есть нас готовили еще в рамках администрации Трампа, когда мы следили за еще предвыборной гонкой больше года назад, то, что Трамп объявит войну о, собственно, Китае, потому что его не устраивает текущее состояние торгового баланса. Он же безумно отрицательный, сальдо у них. Соответственно, то, что мы слышали недавно о пошлинах, импортных, которые были введены, это первые признаки. Для доллара это слабость. Кто-то говорит, что причина падения доллара окроется в резком росте евро, потому что сейчас меняются позиционирования и настроения относительно нормализации денежно-кредитных политик, и доллар уже здесь в янном ключе не выигрывает. Но резюмируя, хочется сказать, что как ни крути, но мы обязаны будем вернуться к нефти, и не нужно обольщаться. Но мы все-таки должны еще будем вернуться и к фактору стабильности рубля, который называется предвыборный период, поскольку есть эксперты, которые абсолютно четко полагают, что нынешняя динамика связана с вмешательством российских денежных властей по поддержанию стабильности рубля. То есть все, что сейчас могло бы произойти на рынке в связи с ожидаемыми санкциями, компенсируется, например, Минфином, который может действовать через казначейство. Вот вы видите такие признаки? Да, я такие признаки вижу. Это выражается как раз в разнице процентных ставок, в том, что коммерческие банки могут размещать свои капиталы. По сути, это первый инструмент регулирования. Именно рублевые излишние ликвидности. То есть коммерческие банки все свои избытки размещают на недельных счетах в Центробанке, за счет чего получают свой процентик в рамках 30 тысяч рублей. Но они же размещают рублевые средства, активы. Да, совершенно верно. Путем изменения ключевой ставки по этим депозитам на 35 дней Центробанк может регулировать эти поступки. То есть, словно говоря, им не нужно размещать деньги на валютном рынке для того, чтобы заработать столько же. Они могут это сделать, разместить деньги в Центробанке? Да, они это могут сделать в рамках российского законодательства, в рамках правовой системы Российской Федерации, ну, собственно, в Центробанке. Именно поэтому у нас не идут денежные средства на валютный рынок. То есть они просто переориентированы теперь на внутренний российский актив. Да. Как заметил мой коллега, были четкие сигналы. Если посмотреть на тот самый двойной акцион, стакан котировок, очень четко видно, что заявки на продажу валюты стоят вплотную к значению 57. То есть это технический момент такой. О чем это может говорить в двух словах? О том, что, например, коммерческий банк, имеющий, допустим, 10 миллионов долларов, ставит заявку на продажу по 57. И выше цена просто не идет. Эти заявки постоянно удовлетворяются. И цена, скажем так, бьется об уровень сопротивления в 57 рублей. Это рыночная ситуация или это какое-то ручное регулирование, которое спустилось сверху? Просто это называется большой объем, который не пропускает цену наверх. Это можно связать с действиями Центробанка, коммерческих банков, но опосредованно. На самом деле, если бы были идеальные условия, это можно было бы интерпретировать. Так? Нет. Хорошо, но пришло время узнать сегодняшние рекомендации наших экспертов. Начинает Артем. Пожалуйста, выходите ваши две минуты. Фундаментальная команда в действии. Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня я хочу предложить сделку по продаже европейской валюты против доллара. И, безусловно, приурочить ее нужно к самому важному на текущий момент событию, которое, если не появится каких-нибудь более интересных новостей из Давосского форума, это заседание Европейского Центрального банка. Буквально через несколько часов ЕЦБ пересмотрит ключевые параметры денежно-кредитной политики, то есть ставки. И спустя 45 минут после этого в около пяти часов нас ждет пресс-конференция Драги, которая также будет рассуждать по поводу того, что может произойти с денежно-кредитной политикой в будущем. Ситуация, которая складывается по евро сейчас, это самый настоящий взлет. Европейская валюта как локомотив прет вверх. И все абсолютно уверены, что, учитывая статистику, последние данные, сейчас как никогда созданы условия, чтобы Европейский Центральный банк уже начал отказываться от действующих экономических стимулов и, к примеру, свернув программу количественного смягчения и начал задумываться бы о скором повышении процентных ставок. Я сразу хочу сказать, что такой подход сейчас точно использовать не нужно, потому что в рамках ЕЦБ есть не только ориентиры по экономическому росту хорошей статистики, и для ЕЦБ очень важно еще следить за показателем инфляции. А с ней все довольно плохо в рамках еврозоны, потому что она очень сильно отстает от цели в 2%, по-моему, последний показатель 1,4% и нет устойчивых инфляционных ожиданий. Я считаю, что сегодня Драги как раз и напомнит всем трейдерам, почему уже три года действует мягкая экономическая политика и почему каждый раз он делает отдельную большую ставку на голубиную риторику. И, соответственно, сегодня он снизит давление с ЕЦБ и с экономики за счет более высокого курса и может спровоцировать очень хорошее ослабление курса евро. 1,2430 сейчас. Я думаю, что можно попробовать продать евро-доллар с отметки 1,2460. Take profit на отметке 1,21. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну а теперь время озвучить свою рекомендацию нашей технической команде. Михаил, пожалуйста, выходите. Уважаемые инвесторы, трейдеры, сегодня мы применим технический анализ на инструменте на американской акции, компания Square. Это компания, мобильные приложения, мобильная оплата различных товаров и услуг. Несмотря на такой подробный обзор фундаментальный, мы рассмотрим только техническую составляющую. На данном инструменте сформировался паттерн, это треугольник, фигура продолжения. А где он именно сформировался? Покажите нам, пожалуйста, визуально. Если мы возьмем этот дневной таймфрейм, основной максимум, который верхний, локальный максимум, это значение цены в конце ноября. И второй максимум, который у нас был, это 22 января. Если мы проведем линию через эти два height, два максимальных значения, у нас получится линия контроля, коррекции. Цена пробила это значение, и то есть это выход из фигуры. Какой же неравноветренный треугольник у нас получается. Да, да, именно он называется, собственно, фигурой продолжения треугольник. Это фигура продолжения, тренд развивается. Мы ждем достижения теста локального максимума, который у нас был сформирован в конце предыдущего года. Так как это американская акция, мы не будем так загадывать. Если говорить чисто о техническом анализе, то потенциал движения гораздо выше. То есть перебить это значение порядка 62 долларов за акцию. Давайте это будет основной целью. И вход, так как это американский рынок у нас будет по текущим значениям, по открытию 44.32. Спасибо. Ну что ж, присаживайтесь. Мы также к американским бумагам и к прочим. Вот, Артем, накануне начинали говорить о криптовалютных кошельках и обещали нашим телезрителям продолжить. Вот есть холодные, есть горячие кошельки. Расскажите, вот вы не успели нам как раз осветить эту тему более подробно. Ну, на самом деле все очень просто. Горячие кошельки – это те кошельки, которые имеют доступ к интернету и, соответственно, возможно, не так безопасно, как многие говорят. И холодные кошельки – это те кошельки, которые позволяют вам хранить криптовалюту без доступа к интернету. Это, к примеру, аппаратные кошельки, это могут быть бумажные кошельки, это могут быть элементарные флешки. Да, такой распечатанный, условно говоря, у вас на бумаге. И помещенный, допустим, в сейф, как и так многие. Да, потому что без этого у вас криптовалюта просто потеряется. Ну, если поднимать вопрос безопасности, я не знаю, больше ли риск хранить средства, к примеру, на какой-нибудь известной бирже, нежели чем риск хранить приватные ключи на листе бумаги, с которым также может произойти, может быть, даже с большей вероятностью все, что угодно. Да, какие еще особенности есть у горячих кошельков? Ведь мы знаем прекрасно, что если вы держите у себя такую информацию, вы, по сути, копируете весь блокчейн биткоина. Он очень много весит. Здесь какие есть особенности? Здесь нужно просто выбрать, способны ли вы закачать на свой компьютер действительно весь блокчейн, если говорить про биткоин, это около 130 гигабайт. Либо вы все-таки будете использовать удаленный доступ к блокчейну, но вроде бы как сохраните отношение к холодным кошелькам. Есть сервисы, самый популярный, это Электрум, который относится к категории таких кошельков. Что касается холодных, то, на мой взгляд, самый популярный, ну, не знаю, можем мы произносить название. Ну, давайте лучше без рекламы брендов. Просто мы скажем о том, что есть возможность, вот есть горячие с доступом в интернет, и есть холодные, которые без доступа, а там уж дальше сами решайте. Ну, что ж, уважаемые, да, мы эту тему еще затронем, я думаю. Уважаемые телезрители, я напомню, что команду технического анализа на текущей неделе представляет Михаил Хлистунов, руководитель Московского департамента аналитики и группы компании ФИБА, команду фундаментального поддерживает Артем Деев, ведущий аналитик брокерской компании Амаркетс. Рынки позиции, 1-1 счет текущей команды, не подключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин